3720 Classic обладает внешностью, функциональностью и эргономикой классических моноблоков Nokia. Но есть и одно важное отличие, выделяющее модель из ряда аналогов. Это защищенное исполнение. Аппарат способен с легкостью переносить удары, попадание влаги и перебывание в пыльных условиях, оставаясь при этом полнофункциональным телефоном с большим ярким экраном и всеми необходимыми современному человеку возможностями. Nokia 3720 Classic выполнен в моноблочном, очень качественно собранном корпусе. При его изготовлении был применен плотный чуть скользкий пластик, металлическая окантовка и прорезиненные вставки серого либо желтого цвета, в зависимости от разновидности. Крышка батарейного отсека дополнительно фиксируется при помощи специального винта, который удобно будет затянуть при помощи монетки. Несмотря на плотное прилегание и серьезную фиксацию, эта крышка может слегка поскрипывать, что впрочем малозаметно в реальной эксплуатации. Там же в батарейном отсеке находится слот для карты памяти формата microSD. Все остальные слоты и коннекторы расположены в нижней части корпуса под прорезиненной заглушкой, разъем microUSB, а также гнездо зарядного устройства и выходные наушники с двухмиллиметровым штекером. На своем обычном месте находится двухмегапиксельная камера с мощной светодиодной вспышкой, а рядом довольно громкий и качественный динамик. Справа на боковой грани расположены резиновые клавиши регулировки громкости, нажимающиеся очень и очень туго, даже после длительного периода эксплуатации. Что поделаешь, это следствие защищенного исполнения модели. Клавиатура телефона имеет классическую раскладку и также требует некоторого напряжения при использовании, если сравнивать с гражданскими аналогами. Особенно это касается джойстика. Впрочем, разница на самом деле не так велика, и особого дискомфорта это не вызывает. В целом, облик модели динамичен из бит, особенно в исполнении с желтыми прорезиненными вставками. С серыми он смотрится более серьезно, но все равно не строго. В отношении внутренней начинки и функции Nokia 3720 Classic абсолютно стандартен. Это классический аппарат на программной платформе Nokia S40. Очень радует большой 2,2-дюймовый GK-дисплей с прекрасным качеством изображения и отличными углами обзора. Разрешение составляет 320 на 240, и даже если вы решите посмотреть на нем фильм, то это можно будет сделать с максимальным для данного класса устройств комфортом. Из программных особенностей нужно отметить наличие предустановленного сервиса Nokia Maps, для которого с сайта компании можно скачать детальные карты Украины и наличие популярного браузера Opera. Благодаря удобному плееру 3720 Classic вполне можно использовать в качестве проигрывателя MP3, если и FM-радио. Камера делает снимки среднего качества, зато ее вспышку можно использовать в режиме фонарика, что весьма удобно для телефона, предназначенного для активного образа жизни. Ну и еще один немаловажный момент – это время работы от батареи. В реальных условиях от полного заряда аппарат работает довольно долго, в зависимости от интенсивности использования – от 3 дней до недели. 3720 Classic защищен от пыли, влаги и ударов по стандарту IP54. Это означает средний уровень защиты. То есть купаться с ним в кармане и швырять его изо всех сил об стену все же не стоит, а вот от брызг, легких ударов и песка защита вполне достаточно. А значит его вполне можно брать с собой на пляж, ронять, носить в кармане с мелочью и ключами. Словом, активно эксплуатировать, не задумываясь о необходимости постоянно оберегать хрупкую электронику от превратности повседневной жизни. Несомненно, 3720 Classic получился у Nokia интересным телефоном, который обязательно найдет своего покупателя. Особенно в нем привлекает сочетание защищенной конструкции и отличных телефонных качеств. Аппарат вполне можно использовать не только для поездок на природу, но и в роли основного мобильного терминала, забыв о его особых свойствах. И в то же время, если ему придется столкнуться с пылью, влагой или ударами, 3720 Classic с честью выдержит это испытание. Как нам кажется, эта модель оптимально подойдет не только взрослым, ведущим активный образ жизни, но и детям, для которых активность и разного рода приключения фактически неизбежны. Продолжение следует...